Трижды в неделю юные футболисты из спортивной школы Олимп собираются на поле на тренировку. Футбол – мужской вид спорта. Как бы не оспаривали этот факт представительницы прекрасного пола. Умеет терпеть боль, быть выносливым, будет под силу тому, кто имеет мужской характер. Это только так кажется, что футбол – это постоянное забрасывание мяча в ворота. На самом деле это регулярные тренировки, и начинается футбол вот с таких упражнений. Действительно, основная часть тренировки у юных спортсменов проходит без мяча. Сначала надо научиться правильно двигаться. Ноги у футболиста должны быть сильными. Уже позже добавляются упражнения с мячом. Но и это пока не совсем футбол. Как только выпрыгивает, выходит оттуда, сразу идет передача. Да, вот, молодец. Тренер Павел Кулачков сам с юностью увлекался футболом. С тех пор многое, говорит, изменилось. В первую очередь сам футбол. Поколение мальчишек тоже самое изменилось и очень сильно. Что остается неизменным? Мяч, зеленое поле. А все остальное – работа с детьми, работать, учить. Вот это, наверное, тоже неизменное. Эти мальчишки занимаются футболом около года. Минус – несколько месяцев пандемии. С августа тренировки возобновились, и ребята с еще большим азартом ходят на занятия. Естественно, прибавляют по сравнению с тем, что было. Естественно, прибавляют. А иначе и нет смысла работать. И, конечно, плох тот солдат, как говорится, который мечтает стать генералом. У каждого из ребят свои мечты. Мне полузащиты нравится. Ну, нападающим, наверное, лучше. Хотел играть в Лиге Европы. Терпение и труд – все перетрут. К футболу это тоже относится. Мечты этих мальчишек обязательно исполнятся, если они будут упорны в достижении цели. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.